ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Запугать меня видеоиграми не так-то просто. К видеоиграм, действительно пугавшим меня все эти годы, можно отнести Eternal Darkness, The Seventh Guest и Alone in the Dark. Не это. Оригинальная Alone in the Dark вышла в 92-м году на компьютеры, и каждая игра жанра survival horror существует благодаря ей. Все, что вы любите в оригинальной Resident Evil, пришло из Alone in the Dark. Вы можете играть за Эмили Хартвуд или за Эдварда Карнби. И да, если верить истории серии, этот Карнби тот же самый, что... Богатый мужчина в красивом особняке повесился, и вас посылают выяснить, почему. Одна из моих любимых сцен встречается уже в интро. Оно показывает, что в этой игре есть... ГРАФОН! И все начинается с этой лягушки. Где-то на секунду показывают супер детализированный кадр с лягушкой, пока она прыгает через дорогу. Была ли важна эта сцена для игры, или же для всей серии в целом? Нет. Нет, не была. Но здесь лягушка. К слову о графике. Я уже отмечал, как хорошо выглядит игра. Этот кадр с особняком выглядит потрясающе. И этот вид из окна тоже отличный. Он пугал меня в детстве. У этой твари есть рука монстра и рука скелета. В этой игре полно страстей. Кстати, вот как Эдвард Карнби был представлен. Интеллигентный, среднего возраста, с потрясными усами. Как же он выглядит в игре? Бэм! Безупречно! Полюбуйтесь лицом безукорызненной красоты. Ни один стандарт красоты даже близко не стоял с этим. Это первая комната в игре. Чердак особняка. Как я уже говорил ранее, жанр survival horror произошел at a long in the dark. И это очевидно с самого начала. Неподвижная камера, прирендеренные задники, танковое управление. Все это началось именно здесь. Но, как survival horror? Правда ли она страшна? Уверен, она пугала в те годы. Но сейчас я все-таки взрослый мужик. Не думаю, что игра реально может быть такой страшной. Ладно, теперь монстры не то чтобы способны испугать, как раньше. Но следует отдать игре должное, ведь с самого начала она показывает, что тут с тобой не церемонятся. Я пытаюсь острить, но это правда была одна из самых страшных вещей в игре. Вы едва начали играть, привыкаете к управлению, может немного осматриваетесь. И вот, спустя где-то минуту, вы в опасности. Это просто блестяще. Ведь это сразу задает нужный тон на все оставшееся время в игре. И если вы как-то умудритесь справиться с... Чем бы это хреново существо не было? Сразу после этого из двери в полу вылезет зомби. Ууууу, ты убрал одного. Молодец. А теперь убери этого, идиот. Справедливо заметить, что это не справедливо с точки зрения геймдизайна. Но, если вы хорошо осмотритесь, то поймете, что они беззащитны. На деле, вы учитесь игровым механикам благодаря этому. Если вы слушали вступление Эмили, она отмечает, что шкафом можно закрыть окно. Это предотвратит появление монстра, а также научит вас передвигать окружающие объекты. Немного подумав, вы поймете, что раз можно двигать шкаф, значит, можно еще и загородить дверь сундуком. Может, я и не помню всего об этой игре, но я всегда помнил об этих двух вещах. Сундук над дверью, шкаф перед окном. В этой комнате вы найдете лампу, пушку, немного предыстории в виде книг и... Старое индийское покрывало? Так, так. Это будет сильно походить на Кингс Квест из-за собирания предметов, необходимых для решения загадок, не так ли? Ответ положительный. В конечном итоге вы будете таскать с собой странные вещи для решения головоломок. Одни загадочнее других. Это тоже основа ключевой детали в Survival Horror. Управление инвентарем. Вы можете таскать кучу предметов, и ни один из них не исчезнет сам по себе. Использовали ключ? Извольте выкинуть его, чтобы не занимал место. После использования аптечки или фляги для лечения останутся пустые контейнеры, которые также надо выкинуть. А еще можно поиграть в тупого алкаша, как в реальной жизни. Ты знаешь меня? Ты знаешь мои проблемы? Заткнись. Есть моменты, когда Эдвард Карнби напоминает меня, причем через чур. К примеру, прям как я, бывает он пытается кинуть что-то, и оно падает всего в паре дюймов от него. Все время вы будете исследовать особняк, подбирать вещи и выяснять, как пробраться в закрытые комнаты. Но, как и в последующих играх жанра, тут есть совсем немного боевых сцен. По факту, в Alone in the Dark гораздо меньше боевых сцен, чем в первый Resident Evil. Большинство монстров можно спокойно обойти или вообще проигнорировать. И это, кстати, светлая мысль, поскольку боевка немного мешковатая, и во всей игре есть где-то всего 4 предмета для лечения. Стрельба из оружия гораздо проблемнее, чем она должна быть. Во-первых, модели персонажей настолько бедны, что очень трудно определить, куда вы вообще целитесь. Вдобавок к этому, у оружия очень долгие анимации выстрела, и в большинстве случаев это доставляет проблемы. К счастью, Эдвард и Эмили хорошо владеют рукопашкой. Эээ, давай, давай же. Подходи, Люся. Твоя мама была сапожником. Для драки нужно зажать пробел и использовать кнопки направления для атак. Влево и вправо для ударов рукой, и вверх для пинка. Хотя всё, что вам нужно, это пинок, поскольку он и бьёт дальше, и урона больше наносит. Да и весело смотреть на Карнби, который избивает зомби одной только ногой. К слову о зомби. Не могу поверить, что воспринимал этих монстров всерьёз. Все зомби по-мультяшному тупые. Я даже не знаю, что это за тварь. И позже в игре вы попадёте в помещение с водой, где вас атакует плагиат из Чёрной Лагуны. А ещё есть Грабоид. Но, к сожалению, нет Кевина Бэйкона, чтобы убить его. И... призрак Гримаса. Единственный монстр, который выделяется на фоне зомби, паукообразных и призраков, это один... ПИРАТ! Я без понятия, что он тут делает и почему. Его нельзя пристрелить, так как он всё время уворачивается. И битва с ним довольно весёлая, так как с ним нужно драться на мечах. Это чётко. Я особо не умирал в битвах с монстрами. Что убивало меня часто, так это внезапные ловушки. Это одна из игр, в которых нужно сохраняться очень часто, поскольку тут убивают из ниоткуда. Как этот коридор. Вступительная сцена показывает, что тут можно пройти без проблем. Но попробуйте пройти обратно, и упадёте насмерть. Дотронетесь до призрака, это убьёт вас. Попробуйте покинуть особняк. Я... даже не знаю, что это, но вы умрёте. Прочитайте книгу. Труп. Дети, не читайте. Играйте в игры. Наконец, полностью пройдя всю игру, я удивился, насколько она короткая. Она заняла у меня где-то три часа, и во всём особняке не нашлось кучи разных комнат. Да и настоящих запугиваний тут маловато. Я рыба! Были монстры на чердаке в начале... Ээээ... Падение вниз было страшным... Была сцена, где камера сдвинулась, и монстр запрыгнул в окно. Это жутковато, правда? Эээ... Оу, смерть страшная. Я сейчас серьёзно. Когда вы умираете, зомби тащит ваше мёртвое тело в подвал особняка, и кладёт его на жертвенный алтарь для финального босса. И, если вы не были достаточно запуганы... Вам покажут эту картину. Для 92-го года это откровенно пугающе И снова вот это Локации перед финальным боссом, пожалуй, самые раздражающие Ведь ни с того ни с сего вы столкнетесь с платформингом Внезапно в меню действий есть команда прыжка Это не так плохо, как выглядит, но это появляется из ниоткуда и просто неприятно Почти так же, как внезапный темный лабиринт Тут нет монстров и прочего, но у вас ограниченное количество топлива в лампе во время его прохождения И даже если вы доберетесь до конца, вы с трудом распознаете дверь в этой фиговине И вот самое что ни на есть битва с боссом И это не столько битва, сколько практика и терпение Выясняется, что 300-летнее существо пыталось высвободить ад в этом особняке И каким-то образом стало деревом Вам нужно убить это дерево А это значит добежать до него, уворачиваясь от фаерболов и тварей, прячущихся под водой Нужно подбежать к алтарю, положить талисман и бросить лампу Чтобы мгновенно сжечь его И после этого нужно сбежать И совсем не нужно торопиться, только спокойствие После того, как вы пробежали весь путь назад Все, что остается сделать, это уйти Солнце встает, птицы щебечут И игра заканчивается на самой прикольной ноте из возможных Несмотря на то, что, очевидно, эта игра устарела Она все еще очень веселая Стыдно признаться, что ее принято было считать страшной в те времена Но геймплей сам по себе все еще держится Я рад, что наконец-то прошел ее И да, последующие игры в этой серии нельзя назвать хорошими Но оригинал это важный фрагмент в истории игровой индустрии И у нее потрясный сюжетный поворот в конце Надо было заказывать через Uber Ха-ха-ха-ха-ха-ха